ПЕСНЯ Здравствуйте, уважаемые посетители моего канала. Особенно давние посетители, а те, которые заходят на канал, я бы им порекомендовал старые мои видосики, посмотрю. Там очень много интересных вещей, и в том числе о жизни, ну о здоровье-то, само собой. В частности, вот такой вот видосик, где я рассказываю, что жизнь свою можно сложить как песню, спеть её красиво, спеть её, знаете, вот, душа развернулась и так сказать, ох, прошлась. А можно, конечно, спеть, куться, неинтересно, и где-то даже правильные слова подобрать, когда жизнь, сама жизнь не нравится человеку, знаете, вот так она приковеркана, аж ему больно, аж ему противно от своей собственной жизни, и он ничего не хочет делать для того, чтобы изменить. Вспомним слова Гиппократа, если человек не хочет измениться, то его бесполезно лечить, и вообще его бесполезно учить. Скоро, скоро, если брать жизнь от зачатия, а так её и надо брать, мне пойдёт восьмой десяток. Восьмой десяток пойдёт. Что я хочу сказать? Это то, что масса людей рождается, и за счёт, за счёт, вот самое интересное, за счёт чего? Некоторые прогрессируют, некоторые так там становятся, ну, как обычно. Всё заключается, конечно, в сознании, нашим сознанием. И те люди, которые, казалось бы, вначале, ну, учатся плохо, даже, может, и ведут себя как-то плохо, тем не менее добиваются успеха в жизни. Я считаю, под успехом это то, что они живут так, как им хочется. Потому что есть люди, которые вроде живут так, как им хочется, но им совсем так бы не хотелось жить. Это более навязанный образ жизни, который ему там диктует общество, и человек, да, с позиции общества, ну, нормально, живой, и всё, ну, так вот. И вот вернёмся к главной теме. Это особенности нашего мышления. И вот как раз я об этом читал, и мне вот совершенно недавно напомнили, что вот есть один и тот же человек. Один и тот же человек. Но у него происходит резкая смена личностей. Причём этих личностей у него может меняться, там, допустим, 3-4. То есть, ну, грубо говоря, я вот перед вами сижу, я говорю, я, Геннадий Петрович, там, такой-сякой, там, я, там, делал то-то, то-то. Потом, хоп, буквально-таки, в течение минуты личность меняется. И будем говорить, я уже говорю, а я, там, Генеша, я, там, Йох, я, там, Мох, я, там, ещё что-то, ещё что-то. Следующая личность, может быть, вообще женская, а я, там, вот такая, вот, там, женщина, то-сё, пятое, десятое. И вот, значит, когда исследовали вот эти вот случаи, что происходило при смене личности, это вот к чему я веду вот этот разговор. Мы подошли, наконец-таки, к главной теме. Это то, что при смене личности меняется дыхание, меняется сердцебиение, где-то даже меняется микрофлора. Но это не исследовали, но я так думаю, микрофлора. Значит, естественно, всё, как бы сказать, целеустремление человека, то есть его миропонимание, мироощущение и взаимодействие с миром меняется. Это самое интересное. То есть оно может быть, переходить, грубо говоря, от успешного к менее успешному, к очень успешному и вообще к провальному. Также, естественно, меняется физиология, работа, ну, уже я сказал, дыхание, сердце, значит, кишечника, всё у нас меняется. Сила может быть больше, может быть меньше. И, кстати, об этом знали уже, уже знали давным-давно древние, очень древние наши предки, которые говорили форма. То есть вы, вы даёте форму у человека, меняется его форма. Вроде бы, вроде бы, это самое важное сказать, одно и то же сидит перед вами, но содержание, содержание становится совершенно иным. Грубо говоря, отождествляя себя с богатырём, это одно там. И вот это вот отождествление с богатырём притягивает ко мне соответствующие силы, что человек действительно становится богатырём. Если вы притягиваете, вернее так, отождествляете себя, ну, грубо говоря, там, с богатством, вы начинаете потихоньку, не сразу это так всё случается, притягивать к себе соответствующие силы, окружать себя соответствующими понятиями и, грубо говоря, обрастаете материальными вещами. Наконец-таки, если вы там отождествляете себя, допустим, с каким-то там продвинутым там йогой, естественно, всё, всё, ваша форма начинает меняться, и вы соответствующим, вокруг меняется соответствующий образ жизни, у вас соответствующая физиология становится, у вас соответствующая гибкость становится, и даже тело становится. Кстати, я на своём опыте убедился, что это действительно работает. Вот я тренировался, то есть богатыр, привлекал к себе вот эту силу, ну, в достаточной мере получилось, как-никак 200 килограммов над головой поднять. Это, 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 это. То есть получилось у меня. Далее я вот занялся йогой, отбросил там всю вот эту, всю эту силу и так далее. Я сосредоточился на этом, то есть формы. И я соответствующим образом поменял свою форму. И с богатырём, с такими вот, так сказать, мясом, я стал совершенно другим человеком, да? Вот, пожалуйста. То же самое, в зависимости от профессии. Вы можете стать, вот я там, и грузчиком был, и водолазом был, и проводником готовой продукции был, и кем там я был, завхозом был, тренером там был немножечко. Сейчас вот это гравитационная гимнастика занимается, вот это вот, знаете, то есть соответствующий человек. И в конце концов вот, даже, 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 даже был телеведущим на самом главном канале страны. То есть соответствующая форма была, соответствующий образ, всё это соответствующе было. Соответствующая подача и материальных благ, и прочего, 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 прочего. Ещё разок, о чём я хочу вам сказать? Что наш главный инструмент, это находится здесь. Это наш ум. С помощью ума мы с вами можем вызывать ту или иную форму внутри себя, становясь совершенно иной личностью, качественно иной, которая взаимодействует с пространством совсем по-другому. И жизнь наша идёт совершенно иначе. За свои 70 лет я это прочувствовал и понял, знаете, ясно и понятно. То есть вот вы, если хотите там какой-то, чтобы у вас успех был, да вот он. Работайте больше головой. Меняйте своё мировоззрение. Меняйте черты характера. Меняйте побуждение, так выражено с побуждением. Работайте в этом, и всё у вас начнёт получаться. И кстати, кстати, вот некоторые люди, вот я читаю ваши комментарии, там, фишка борется с грибком. Вот эта вот, знаете, вот зараза, внедрившись в организм человека, она, естественно, поддерживается соответствующим энергетическим состоянием человека. Если это энергетическое состояние поменяется, а меняем это мы опять-таки с помощью наших, значит, смотрите, ума, мыслей, с помощью настроения, с помощью мировоззрения, с помощью черт характера, мы становимся совершенно иной личностью и к нам зараза не прилипает. То есть есть люди, которые, и как практика это показывает, которые своим образом жизни, а образ жизни зависит от чего? Конечно же, от мышления. Они привлекают те или иные обстоятельства и, соответственно, те или иные болезни в свой организм. Например, вот сахарный диабет, например, гипертония, всё это сахарный диабет второго типа, уточним, гипертония, которая там начинается. Это всё легко устраняется образом жизни. То есть человек, ага, сладенькое я ем, лежу на диване, смотрю кино и получаю диабет. Переживаю, злюсь, раздражаюсь, объедаюсь, получаю гипертонию. Как это всё только мы убрали, всё у нас поменялось. То есть это, это такая, как бы сказать, наша беседа имеет очень важные последствия для тех людей, которые действительно хотят измениться. Которые просто-напросто не знают, за какой рычаг надо взяться. Они думают, что решать проблемы с помощью травок, с помощью процедур, с помощью ещё чего-то. На самом деле, не меняясь внутри, они как были, так и остаются. И, соответственно, на них зацепилась эта болячка. Оказывается, оказывается, это вообще-то. И это для большинства не будет секретом. И болячки, которые имеются на человеке, они цепляются за соответствующую информацию, которая имеется в нашей, скажем так, ауре. Аура другая. Значит, это всё отлетело. И болезнь тоже имеет свою, свою какую-то разумную, какую-то, знаете, примитивно-разумную ум, который, который как раз ищет, за кого бы зацепиться. Потому что мы знаем, что люди живут, даже в одних и тех же условиях, но кто-то болеет, а кто-то не болеет. Почему? Почему? Вопрос. Всегда задавайте вопрос. Почему? И ищите ответ. И ответив на него самостоятельно, вы становитесь гораздо сильнее. Вы становитесь гораздо, у вас появляется гораздо больше возможностей. Вот именно вот тут-то и наблюдается рост личности. Ну, я так понимаю. И не просто я так понимаю, а так я понимаю и живу. И более-менее, более-менее, знаете, вот у меня получается. Можно, конечно, что-то там, как бы сказать, вот были такие моменты у меня в жизни, как бы сказать, но не то, что хапнуть, а вот, знаете, вот что-то большое можно взять, на этом сделать, на своем собственном имени, которое ты, значит, заработал, работая на телевидении, там, знаете, это все. Какую-то там фирмы, и так далее, и тому подобное. Но тут ты, когда вот начинаешь вот так думать, ты теряешь себя. Ты переливаешь свою жизненную энергию на эту фирму, чтобы она там процветала, чтобы она работала, чтобы она там еще что-то там делала, и так далее, и так далее. И тут надо для себя определиться в достаточности, чтобы ты чувствовал себя и в материальном отношении достаточно уверенно, и был свободен в своих, там, будем говорить, действиях, в своих побуждениях, в своем творчестве, скажем так, чтобы у тебя времени хватало. Потому что углубившись на что-то, вы перестаете быть сами собой, а вы становитесь частью вот этого дела, на которое вы все это переливаете. Вот что интересное. Поэтому еще разок хочу подчеркнуть, вот у людей, особенно страдающих какими-то такими, знаете, инфекционными заболеваниями, ну, грубо говоря, типа там герпеса, типа там грибков, типа там еще гноеродные инфекции, там частые там простуды, там, может быть, да и суставы там ломить, и сердце болеть, я уж молчу за сахарный диабет и гипертонию, и ряд там других примерно таких заболеваний, что это все зависит от нашего мышления, которое проецируется дальше, через наши черты характера, через наши привычки, в образ жизни. И если мы с вами меняемся сначала вот здесь, вот здесь поменяемся, то совсем вот эти все эти, знаете, то, что проецировалось в образ жизни, легко и просто меняется. Если мы это не понимаем, мы будем там сыроедом, будем еще там кем-то, будем еще там кем-то, то я хочу быть самим собой, не каким-то не сыроедом, не йогом или еще не кем-то, я хочу быть самим собой. Вот моя главная задача, я так считаю. И я работаю и на себя, при этом я ни в коем случае не ущемляю и не обделяю других людей, и не рассматриваю их как источник благосостояния, вот, знаете, оглупить, сказать, что я вот действительно там, я великий, уже, знаете, не светоч, а там супергуру, наставник, и вы должны что-то мне такое, а я вас буду наставлять. Ну, примерно, примерно вот так, что я вам хотел сказать, я вам сказал, и еще разок, вот я сегодня гулял 40 с лишним минут по улице, я встаю, принимаю тмин и сразу же иду на улицу. Значит, я начинаю ходить, и та, какая-то, знаете, после сна одеревенелась тело, как-никак, восьмой десяток на носу, она исчезает, появляется гибкость, то есть ты расхаживаешься. Это нормально, оказывается, это нормально, с возрастом, есть разные роды нормальности. И вот здесь все заледенело, все, ходить невозможно. Я хожу от своего крыльца, там, до лестницы, которая ведет. Вот, ходил и, естественно, так сказать, чувствовал, чувствовал, какая энергетика через себя проходит, и в зависимости от этого у тебя появляется соответствующее настроение, которое выражается интересно. Допустим, у меня в том, в той или иной мелодии, это правильно сказать. То есть бывают больше такие марши, бывают более какие-то лирические, И сейчас вот примерно вот такое было, как я вам пропел. А где-то играет, играет гармошка, А где-то вздыхают, вздыхают басы, И жизнь хороша, если солнце в окошко, А за щекой бутерброд из икры, Пишите свои соображения. Здесь, в этом видео, заложен очень и очень глубокий смысл, Который может коренным образом изменить вашу жизнь. Если вы хотите иметь и жить по-другому, То вы сейчас должны делать что-то такое, Что раньше не делали. И прежде всего, работать своим собственным умом. Есть особый день в году, Наступает темноту, Новым годом он зовется, И для всех людей дается. Шелестят конфет-отверки, Там мандарин стоит, И наряженная елка Огоньками нас манит. Веселись, веселись, веселись народ, Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет, Он по таргерам пойдет, Радостью любого ждет, Это-то Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось, Волшебство мы жадно ждем, И под чоками покалом Хоть и счастье в каждый дом. Веселись, веселись, веселись народ, Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет, Он по таргерам пойдет, Радостью любого ждет, Это-то Новый, Новый год. Веселись, веселись, веселись народ, Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет, Он по таргерам пойдет, Радостью любого ждет, Это-то Новый, Новый год. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, Проявляете свою благотворительность на поддержание канала.